В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. В столице региона состоялся первый в этом году субботник. В нем приняли участие более 4 тысяч человек. Показывая пример жителям города, на уборку улиц вышли муниципальные служащие, работники администрации города, районных подразделений, отраслевых департаментов, а также муниципальных предприятий и учреждений. Территория определена, инвентарь выдан. Вооружившись пакетами для мусора, сотрудники городской администрации принялись очищать улицу Ярошевского. Участок от улицы Гая до Московского шоссе прочесывали несколькими группами. Масштабный общегородской субботник стартует только 1 апреля, но работы по уборке территорий интенсивно ведутся уже две недели. С улиц города вывозится оставшийся снег, на проезжей части и тротуарах работает спецтехника. У нас в этом году есть очень важная задача – привести город в порядок к майским праздникам. За горами уже 70-летие Победы осталось совсем немного. Нам нужно не только вымыть, вычистить город до этого момента, но украсить его и создать для жителей праздничное настроение. Чтобы работа пошла быстрее, в этом году к уборке города привлекут и трудовые коллективы, предприятия и организации. За крупнейшими из них будут закреплены дополнительные участки за пределами их собственной территории. К этому промышленников призвал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Кроме того, наводить чистоту призовут общественные организации, молодежные объединения и всех неравнодушных горожан. Без помощи никуда, если каждый граждан будет выходить и помогать, сделаем наш город чище и всем же лучше будет от этого. Планируется, что в этом году участие в общегородском субботнике примут более 50 тысяч человек. Необходимым инвентарем обеспечат всех желающих. Павел Бимаков, Максим Гусев. События. Порядок на контейнерных площадках зоны ответственности компании перевозчиков мусора. Это входит в стоимость их услуг. В Самаре принят новый тариф на вывоз мусора, который и включает комплексную уборку. Раньше мусоровоз забирал только отходы, находящиеся в контейнерах. А мусор, который горожане не донесли до емкости, скапливался вокруг. Теперь компаниям-перевозчикам платят за полный порядок на площадках. К тому же городские власти обратили внимание управляющих компаний на стоимость услуг муниципальной и частных компаний-перевозчиков. Жил-лидер вывозит бытовой мусор по цене 200 рублей, а частные перевозчики по 300 рублей. Поскольку это отражается непосредственно на платежах, которые население несет, у меня просьба на эти вещи тоже обратить внимание. Управляющие компании сориентироваться на более дешевые услуги. Тем более, что наша компания оснащена и техникой современной, и состав работников там достаточно серьезный. Благоустройство Самары, строительство дорог, транспортных развязок. Эти и другие вопросы обсудили участники совещания по подготовке к чемпионату мира в областном правительстве. Кроме того, определились с именем строящегося в Самаре стадиона. Он будет называться «Космос-арена». Строительство Самарского стадиона идет полным ходом. Сейчас в основании будущего спортивного объекта заливают бетон. Уже осенью планируют приступить к возведению стен. Теперь у стадиона есть имя. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России рекомендовал регионам подобрать рабочие названия для своих стадионов. На совещании в областном правительстве рассмотрели несколько вариантов. Среди них Королев-арена, Волга-арена, Жигули-арена, Самара-арена. Поскольку стадион по форме будет напоминать космический объект, и название должно отражать эту тематику. В итоге остановились на варианте «Космос-арена». Возможно, после чемпионата название изменится. Он будет пока «Космос-арен». Дальше будет видно через 4-5 лет, даже не 4-5 лет, а 4 года даже, 3 уже осталось, 15-18 года, 3 года. Будет видно, как лучше сделать, конкурс ли проводить, или, условно, определиться, какой-то бренд этот ли, или дальше продвигать, и в какой форме продвигать. Обсудили и строительство дорог. Новая магистраль, которая ведет до футбольного стадиона «Ташкентская» – «Дальняя Арена», находится в стадии проектирования. Завершить проект планируют до конца года. После этого начнутся строительно-монтажные работы. Проектирование новой трамвайной линии протяженностью почти 19 километров от железнодорожного вокзала и до стадиона начнется уже в этом году. Также планируется закупить новый подвижной состав. По закупке подвижного состава средства будет предусмотрено. Сейчас мы прослеживаем принятие федеральных целевых программ. В этих программах будет предоставлена преференция городам-участникам на приобретение подвижного состава. В 2018 году в Самару прибудут туристы со всего мира. Сейчас в области порядка 260 гостиниц. В общей сложности в них более 7 тысяч номеров. Также гостей города планируют размещать на базах отдыха, в оздоровительных лагерях и зданиях студенческих общежитий. Запланировано и строительство еще двух новых гостиниц уровня 4 звезды. Одна из них появится рядом со стадионом. По проекту гостиницы возле радиоцентра в настоящее время проект прорабатывает областной фонд жилья и ипотеки. Мы эти два проекта планируем включить в федеральную целевую программу и развитие инфраструктуры инженерной транспорта и поддержать за счет средств федерального бюджета. Для удобства гостей города в Самаре открываются туристические информационные центры. Два павильона уже работают на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Еще два планируется открыть на стадионе и в фан-зоне. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Постепенно к чемпионату мира приводят в порядок дороги в областной столице. В ночь на 31 марта в связи с началом строительства пешеходного перехода будет закрыт для движения участок автомобильной дороги на пересечении Московского шоссе и улицы Революционная. Перекроют левую половину автодороги на выезде из города. После завершения строительства этот участок откроют, работа продолжится на другой половине трассы. Объезжать автодорогу водителям следует согласно схеме, указанной на экране. Тем временем более 80 автолюбителей вышли в первый ночной патруль по Самарским улицам. Общественное движение как пилотный проект было создано по инициативе начальника областного главка Сергея Солодовникова. Миссия общественников сообщать инспекторам ДПС о нетрезвых водителях на дорогах. Среди участников ночного патруля в основном мужчины, рука об руку с молодыми автолюбителями, водители со стажем. Чтобы стать членом общественного движения, каждому пришлось пройти проверку. Обязательные условия – отсутствие судимости и факты лишения водительских прав. Теперь общественники будут тесно сотрудничать с дежурными экипажами ДПС во всех районах города и сообщать о нетрезвых водителях на дорогах. Уже определён лидер Алексей Сафин за рулём больше 10 лет. Уверен, с поставленной задачей справится. Увидеть, подсказать и предотвратить – это под силу каждого. Там никого не нужно ни зажимать, ни перекрывать. Это всё работа в правоохранительных органах. Наша основная цель – только подсказать, где что. Работать общественники будут на чистом энтузиазме. Вопрос безопасности, говорят, для них принципиален. Начальник областного главка Сергей Солодовников в эффективности такой работы уверен. Опыт отработан в Кировской области. Для всех тех, кто будут лишены права вождения судом, мы их списки вывесим в интернет. Пускай со мной судятся, ругаются, спорят, но мы пойдём на правовом поле, на те меры, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Патрулировать самарские дороги общественники пока будут только по пятницам и субботам. Связь с дежурными экипажами ДПС будут поддерживать по телефону, так и через интернет-приложения. Число активистов со временем планируют увеличить. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. К другим темам в областной столице выберут лучших среди молодых профессионалов. Наш регион станет площадкой для проведения национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Приволжском федеральном округе. Это международное движение, направленное на популяризацию рабочих профессий. Самарская область присоединилась к нему в 2013 году. Лариса Шлафастова и сняла, как будет проходить Олимпиада для рабочих рук. Спрос на рабочие профессии высок, в отличие от предложения. Строители, парикмахеры, сварщики, автомеханики востребованы всегда. Однако еще три года назад молодежь предпочитала получить высшее образование. Неважно какое, лишь бы работать в офисе. Сейчас ситуация изменилась. Количество тех, кто после девятого класса идет получать рабочую специальность, увеличилось на 5%. Но этого недостаточно, чтобы закрыть все потребности рынка труда. Например, облицовщик-плиточник, который у нас предполагается включить в этот перечень компетенций. Вакансии 760, а безработных, которые могли бы восполнить эти вакансии, всего 15 человек. Каменщики. 3295 вакансий. Количество этих вакансий перекрывается на очень маленький процент. Всего 95 человек хотят быть каменщиками. Международный конкурс WorldSkills Russia призван повысить интерес молодежи к рабочим профессиям. В нем принимают участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 23 лет. В этом году в Самаре соберутся участники со всех регионов Привозского федерального округа. За звание лучшего в своем деле сразятся представители 12 профессий. Мы можем сравнивать между собой уровни подготовки специалистов по разным профессиям, как внутри отраслей, так и между отраслями, соответственно. При этом сравнивать их еще с уровнем мировой подготовки. По проведению своих соревнований мы делаем такой срез по региону, какой сейчас у нас уровень специалистов в каждом из регионов. Международный конкурс профмастерства пришел в Россию три года назад. Первый национальный чемпионат WorldSkills Russia принимала Самарская область. Он прошел в Тольятти в 2013 году. В чемпионате приняли участие более 300 молодых людей. Студенты учреждений среднего профессионального образования, победители региональных конкурсов. По результатам национального чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая приняла участие в чемпионате мира. Мы горды тем, что были первым регионом, который это движение поддержал. Особая заслуга здесь губернатора Николая Ивановича Верхушкина, потому что не было бы его решения о выделении денег, значит, этот фестиваль в Самаре не состоялся. Нам очень сильно помогала АСИ, агентство стратегических инициатив, и ваша команда, руками которой, силами которой, этот фестиваль, в общем-то, организовывался. Опыта никакого не было. Были общие совершенно представления. Но я считаю, что в историю как бы вот самарской улицы уже вошли. Организаторы регионального чемпионата встретились с главой администрации Самары Олегом Фурсовым и обсудили вопросы подготовки национального чемпионата. Он откроется в областной столице 6 апреля. Глава администрации рекомендовал руководителям муниципальных предприятий посетить конкурсные площадки и пригласить лучших начинающих специалистов на работу. После завершения регионального этапа начнется полуфинал национального чемпионата. Имена победителей станут известны 12 апреля. Лариса Шалафа, Сталина Чемерес, Станислав Левин. События. Национальный чемпионат входит в план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий. Распоряжение по реализации плана, который охватит порядка 600 тысяч человек, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. И еще одна инициатива, которую поддержал председатель правительства – адресный подход и увеличенные выплаты семьям с детьми от полутора до трех лет. С таким предложением выступила Ольга Кулькова, директор Самарского областного центра социальной помощи семье и детям на Всероссийском форуме соцработников в Ярославле. Форум организован партией «Единая Россия». Сейчас действует поддержка, рассчитанная на семьи с детьми до полутора лет. Для детей более старшего возраста предусмотрены небольшие региональные выплаты и фиксированная сумма в 50 рублей, которые ежемесячно выплачивают из бюджета работодателей. Пособие необходимо увеличить, уверены самарские соцслужащие. Причем выплачивать их нужно только тем, кто в этом действительно нуждается. Мы не должны размазывать все это тонким слоем по всем категориям людей. Что такое 50 рублей? Ничего. Один доллар. Кому нужно это пособие? Никому. Давайте посчитаем, что мы можем сделать. Выделим определенные категории наших семей или мам, которые нуждаются в таких пособиях. И уже их будем финансировать совершенно на других началах. Эта проблема актуальна не только для Самарского региона. Эта проблема актуальна как система оказания поддержки социальной на территории всей Российской Федерации. Это будет адресная помощь, будут разработаны критерии для выплаты такого пособия. И что эти вопросы в ближайшее время получат какое-то разрешение. Стало быть, у нас будет большая социальная поддержка семей, которые нуждаются в таком пособии. Как делаются новости, кто главный на телевизионной кухне и почему телеканал «Самара ГИС» всегда на высоте. Самарские школьники побывали в самых потаенных уголках телепроизводства. Сотрудники с удовольствием провели экскурсию для, возможно, будущих коллег. Здравствуйте. В эфире программа «События». Я Буреев Артур. Даже просто поздороваться перед камерой задача не из легких. Ведущий к говорун, как та самая птица, должен отличаться умом и сообразительностью, а также хорошей реакцией без нее в прямом эфире не обойтись. К такому выводу пришли школьники. Да и умение выкручиваться из самых сложных ситуаций и еще одно обязательное качество настоящего журналиста. К примеру, вопрос, почему редакция телеканала находится так высоко, едва не поставил в тупик будущих коллег. А как думаешь, почему на 17 этаже? Ну, так легче снимать. Ну, наверное, потому что связь лучше. Я бы думал так. Ну, может, отделиться от людей, чтобы не мешало ничего работать. Там, к примеру, машины. Наверное, потому что здесь спутник хорошо ловит. Но это мое предположение. У каждого из этих ребят свои мечты. Кто-то хочет стать прокурором, кому-то интересно инженерное дело. Есть даже будущие рестораторы. Но каждому хочется увидеть изнанку телевидения. В съемочные павильоны и ньюс-румы ГИСа подрастающие поколения заходят нередко. Абитуриенты по профильным специальностям, слушатели курсов по журналистике. Без практики им никуда. Ведь волшебный мир телевидения, красивый для зрителя, создать не так просто. Для них здесь за час, проведенный в телекомпании, обрушивается, можно сказать, лавина информации совершенно новой. И терминология новая, и восприятие вообще новое. Потому что они привыкли видеть картинку в телевизоре, где все красиво. А как вот эта красота делается, для них сначала они просто несколько, наверное, просто ошарашены. Здравствуйте, в эфире программа «События» и с вами Наталья Нататьяна. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. И в завершении выпуска новости спорта ЦСКА ВВС рвется к чемпионскому титулу Российской хоккейной лиги. В плей-офф они уже оставили неудел Ямальских стерхов и Славутич. О драматичном решающем матче полуфинала военных летчиков и смоленских хоккеистов расскажет Сергей Кизоркин. Военные летчики сразятся за чемпионский титул Российской хоккейной лиги. В четвертом матче полуфинальной серии ЦСКА ВВС победил лидера регулярного чемпионата Смоленский Славутич. Военные летчики закончили первенство на пятом месте. Мы считались фаворитами, но это только на статистике. Игры были интересные, кость в кость, поэтому очень тяжело было. Мы прижаты были к стенке, нам отступать некуда, мы выходили полностью заряжены, отдаться полностью в этой игре. Либо пан, либо пропал. Авиаторы открыли счет в матче уже на первой минуте, потом его удвоили. Отличились Рукин и Систейкин. Однако смоленские хоккеисты вернули интригу в матче, отквитав две шайбы. Соперник тоже понимал, что эта игра может за них стать последней, поэтому они все из себя достали, так скажем, все силы приложили для того, чтобы выровнять ситуацию. И получили так, что они использовали наши ошибки. Судьбу полуфинала решил на последней минуте второго периода при игре 5 против троих капитан ЦСКА ВВС Сергей Шиханов. Победный гол на его счету. Сначала хочется, во-первых, отдохнуть, потому что столько игр было за последнее время. Надо восстановиться, в первую очередь, физически, психологически. Ну, а думаю, там за неделю подготовимся, нам все укажут как надо. И в принципе не важно, кто будет в финале. Надо выигрывать всех. ЦСКА ВВС в финале Российской хоккейной лиги. Другой претендент на чемпионство определится в паре Мордовия-Ростов. Сейчас счет в Сирии до трех побед 2-2. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Не первоапрельская шутка. Для российских держателей пластиковых карт и краткий обзор заграничных туров. Об этом смотрите в новостях экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samargiz.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение. Смотрите телеканал SamarGiz на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале SamarGiz. Нынче в России производится около 70% жизненно важных лекарственных препаратов. Правительство планирует довести эту долю до 90-95%, чтобы защитить россиян от скачков курса рубля. Импортные препараты в аптеках за последние полгода подорожали от 30 до 50%. Причина – резкая девальвация рубля в прошлом году. У российских держателей пластиковых карт после 1 апреля могут возникнуть проблемы. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с тем, что платеж не пройдет или произойдет двойное списание со счета. Дело в том, что международная платежная система Visa не успевает до 31 марта полностью перевести обработку информации по операциям с пластиковыми картами на территорию России, как того требует наше законодательство. Не полностью готовы к нововведениям и некоторые российские банки. Правда, представители платежных систем и кредитных организаций заявляют, что практически никаких проблем у держателей пластиковых карт не будет. Однако, оброшенные эксперты советуют россиянам все-таки иметь на руках небольшой запас наличных денег. А вообще, это сомнительный прикол на 1 апреля. Зарубежный летний отдых дешевеет, утверждают туроператоры. Средняя стоимость путевки уменьшилась на 20% по сравнению с прошлым годом. Правда, показатель рассчитан по валюте, а рублевый ценник вырос. Так что в итоге получается, что россияне стали экономить на отдыхе, а отельеры, чувствуя тенденцию, представляют хорошие скидки. И немного статистики. Туры в Черногорию снизились на 40%. Средний чек в Болгарию теперь меньше на 35%. В Грецию и Турцию на 30%. Жаль, пока по цене отдыха в Крыму данных нет. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Индекс ММВБ в пылиусе на отметке 1580 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, Полиметал, Северсталь и Норильский никель. Аутсайдеры – группа ПИК, Башнефть, ТМК, Фармстандарт и Полюс Золота. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным повышением. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста в конце прошлой недели. Курс доллара на 30 марта – 57,72 рубля, курс евро – 62,56 рубля, золото стоит 2223 рубля за грамм, серебро стоит 31 рубль 79 копеек за грамм, цена нефти марки Brent – 55,97 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. ЦСКА ВВС в финале Российской хоккейной лиги. Красные крылья проиграли Кубок страны по баскетболу. Очередная победа крыльев Советов в национальном чемпионате. Крылья Советов в Калининграде уверенно обыграли местную Балтику во втором тайме. Обоюду острые атаки начались уже с первых минут, однако мяч либо попадал в штангу, либо точно в руки голкиперов. Первым распечатал Балтику Дмитрий Яченко, воспользовавшись ошибкой вратаря. Не прошло и пяти минут, а счет был уже 2-0 в пользу крыльев Советов. На острые атаки оказался Игорь Горбатенко. После этого успеха Самарский клуб претендует на второе место в чемпионате Футбольной национальной лиги. На очко больше у Томи и Тосна. Красные крылья проиграли матч за третье место в финале четырех Кубка России по баскетболу Спартаку Приморье из Владивостока. Первыми начали забивать спартаковцы. Они выглядели более свежими, собранными и мотивированными на победу. Поэтому после первой четверти крылья горели 14-22. На большой перерыв команду шли с разницей в пять очков не в пользу красных. Отдохнув, самарские баскетболисты счет сравняли и даже вырвались вперед. Однако исход встречи решил овертайм. 84-88. Бронзовый Кубок страны у Спартака из Владивостока. Военные летчики сразятся за чемпионский титул Российской хоккейной лиги. В четвертом матче полуфинальной серии ЦСКА ВВС победил Смоленский Славутич. Авиаторы открыли счет в матче уже на первой минуте. Потом его удвоили. Однако смоленские хоккеисты вернули интригу в матче, отквитав две шайбы. Судьбу финалиста решил на последней минуте второго периода при игре 5 против троих Сергей Шиханов. Победный гол на его счету. ЦСКА ВВС в финале Российской хоккейной лиги. Другой претендент на чемпионство определится в паре Мордовия-Ростов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин